Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня мы с вами разберем суру Аль-Кефирун. Одна из последних сур, которая есть в Коране. Итак, как обычно, начнем с Истиавы и Бесмали. И потом переступим уже непосредственно к первому аяту, иншаллах. Первый аят у нас начинается, как до этого, те суры, которые мы разбирали, уже до суры Аль-Ихляс и суры Аль-Фалак и суры Аль-Нас, также начинается с слова Коль. То есть мы читаем четко Баму и Коль, Оль, У, У, четко, да, произносим Баму. И потом Харф Ля, внимательно, чтобы у нас не отпрыгивал язык. Оли, Оли, да, это быстро и неправильно. Оль, Оль. Также внимательно, чтобы язык сильно не заворачивался и звук как бы не зажимался. Оль, Оль, такой звук, да, может быть иногда. Нет, звук плавно выходит, легко. Оль. Далее мы видим Харф Ля с Фатхой и за ним Хамзе с Фатхой также. Но внимательно, что между ними мы видим маленький Альф с такой волнистой линией. Это у нас вариация Мадмунфасль, который выглядит как будто Мадмунфасль, да, то есть как будто это одно слово. Но на самом деле по значению это два слова. Я и Айюха, да, отдельно. Но написаны таким образом, с помощью Альф Сауэра, вот маленькая, да, и волнистая линия показывает, что здесь мы тянем с вами 4 Хараката. Да, или 5 можно, ну, ориентируемся на 4. Почему? Потому что после Харф Эль Мад приходит Хамзя, да, поэтому мы тянем. Если мы остановимся в этом, ну, в конце этого слова, не сказав следующее, да, то вот это Альф в конце мы протянем. Я и Айюха, да, ну, так как это, в принципе, не место остановки здесь, поэтому для разбора мы используем остановку в этом конце, а так мы продолжаем при чтении. После того, как мы потянули Харф Эль Мад, и перед этим сказали чётко и правильно огласовку, да, не Е, Е, да, это будет неверно. Я, Е, да, мягко, но тем не менее Фатха у нас соответствует своей основе, да, то есть мы расслабляем язык и всё делаем для этого. Есть урок отдельный, да, недавно появился на YouTube-канале про то, как мы произносим Альф, и там всё доступно, иншалла, и понятно, в нём я объяснила. Потом идёт Гамза, да, тоже внимательно, в принципе, здесь твёрдых букв нету в этом слове, но, да, иногда или склоняются с термином к Э, или наоборот к А, да, то есть может быть Я, Э, Ю, Х, это неверно. Или наоборот, Я, Э, Ю, Х, А, А, да, то есть язык такой напряжённый в конце, нет. А, да, язык, в общем, у нас расслабленный, это Гамза, язык у нас не задействованный, и тем более она с Фатхой, как бы позиция языка изначально расслаблена. Далее Харфлья, Мушадда, да, внимательно, чтобы это не было А, Ю, Х, да, А, Ю, Эй, на Я с Сукуном из этого удвоения мы губы не вытягиваем, и только уже на Дамму мы губы вытягиваем, да, А, Ю, а не А, Ю, А, Ю, да, уже ещё мы Сукун говорим, а с вытянутыми губами, это неверно. Затем идёт буква Г, да, внимательно, не Г, не Г, а Г, то есть она мягкая, но не склоняется в сторону Токлиля или вот в сторону Я. Ещё раз до этого места прочитаю. Улья, А, Ю, Г, да, мы Г, не Г, и не перетягиваем, да, хотя здесь не место остановки, но если такие позиции, то только в два Харката мы это Алиф читаем. Но здесь у нас идёт Алиф, и после нё Гамзатальосаль. Почему? Потому что у нас следующая буква Сяякина с Лям Сукуном. Гамзатальосаль читается только в начинании, здесь же мы продолжаем, соединяем, да, поэтому у нас читаем сразу Лям. Обращаем внимание на то, как мы произносим Лям, про это уже говорила, да, как и в первом слове, так и здесь Лям мы не отрываем. Али не делаем, да, Али. Далее буква К, она помягче, чем русская К, да, они К, Ферун, К, АК. Да, но при этом внимательно, следующая ошибка бывает из-за того, что хотят смягчить, и так же делают Даклиль из следующей буквы. Это неверно, не К, не К, Ферун, а да, Аль-К, К, Мягкая. То есть всё, что мы говорили про Алиф, да, про Алиф, и как правильно её произносить, да, вы тут тоже применяете. Аль, Аль-К, Ферун, Фи, четко, не Фи, Аль-К, Фи, Фи, да, то есть Касру здесь тоже Фи, Фи, четко. Ру, Ро, твердое, не Ру, 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 это мягко, но тем не менее не нужно чрезмерствовать и говорить Аль-К, Ферун, Ру. Ру, это уже чрезмерно твёрдое, и такая твёрдость даже влияет на саму букву, Вау. Ру, 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 Н, и останавливаемся на Н, с Укуном. Тоже неправильно сказать Н в конце. Аль-К, Фи, Ру, Н, да, это неверно. Аль-К, Фи, Ру, Н, завершаем, только не перетягиваем так же. Это был у нас первый аят. Переходим ко второму аяту. Ля-а-буду-ма-та-буду-ун. Здесь у нас тоже есть Ля, с Алиф, да, пишется таким образом, и на дне волнистая линия. Подсказка в Коране, что это волнистая линия, она подсказывает, что в слитном чтении мы должны здесь потянуть более двух аракет, то есть ориентируемся на четыре. Да, то же самое, как у нас и в первом аяте здесь, только у нас в первом аяте писалось как будто бы слитно, а здесь отдельно мы видим это как отдельное написание. Ну, правило такое же. Значит, тянем и потом произносим Гамзу так же, не делаем мы ее твердой, тем более идет после нее буква Айн, она мягкая. Да, из-за сложности произношения, как бы необычности, иногда напрягается и получается А-а-буду-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Буду. Чётко. Буду. Буду. Не оглушайте, только не говорите. Буду. Нет. Буду. Чётко. И ба, и дель, и дам. Ма, та, буду. Тоже ма. Смотрим, частая ошибка. Это ма. Нет. Ма. Опять же, возвращаемся всё к основе произношения алиф и фатхи. Если вы это усвоили, то у вас не будет ошибки в этом. Ма, та, буду. Буду. То же самое. Внимательно здесь, опять же, контролируем, чтобы не напрягался язык в конце, в корне, так скажем. И это не приводило к тому, что вау вставало твёрдое. Дун, дун. А нет. Та, буду. Следующий аят. Ва, ла, а, ан, тум, а, биду, нам, а, а, буду. Значит, во-первых, начинаем с вау. Вау. Губы вытягиваем таким образом, чтобы у нас не получалось ва. То есть они равномерно вытягиваются слегка вперёд, при этом одинаково и верхняя и нижняя губа не делаем так, что верхняя вытягивается, нижняя как-то блокируется. И чтобы губы не присоединялись к зубам, да, они ва, ва не напрягались таким образом. Ва. И, как бы, внимательно, что не ва-ля, а ва-ля, на-ля, как бы на-ля мы, а не на вау акцент делаем. И то же самое мы тянем четыре хараката, как это было вот в предыдущих аятах также. Здесь хамза тоже смягчаем внимательно, и потом у нас идёт харфы нун, и после неё та. Это правило ихфа. Да, у нас нун с сукудом ария, таким невидимком, говорит о том, что у нас или драм, или ихфа. В данном случае это ихфа, утаивание буквы нун, около последующей буквы, это буква та. То есть мы, как бы, настраиваем уже свой речевой аппарат на произношение буквы та. Да, как будто хотим сказать ат, но ещё чуть-чуть и не доходим до этого махаруджа. Эн-тум, эн-тум, да, уэ-ля-эн-тум, и протягиваем эту гунну дольше, да, то есть у нас ту вытягиваем, чётко говорим даму, и мим-сякина, даём тоже и время. Ни-эн-тумы, тум, да, мим, завершаем, как и здесь мы при остановке муль, завершаем спокойно. Далее идёт айн, опять же, настраиваемся на то, что айн, мягкая буква, не а-а-а, биду, а-а-а, да, то есть язык, ну, максимально расслабляется. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Даль, вау, и нун уже про это говорили, как было уже в предыдущем аяте, да, то есть все буквы мягкие, вау, не напрягаем, дууна они, дууна, нун говорим четко с фатхой, на. И схоже, как и в предыдущем тоже, только здесь ма, а тут было ля, опять же, те же правила, но внимательно, чтобы ма, как уже раньше я говорила, не сделать твердо, не ма, 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 мягче, да, ма, а, буды, гамза мягкая, айн, придерживаем и тоже мягкая. И в конце, при остановке, после бу, у нас будет даль с укуном, и здесь у нас правило калька, то есть мы нажимаем на махрач и от него как бы отпрыгиваем быстро, но умеренно быстро, да, то есть не чрезмерно, не говорим а, буды, это уже как бы вы ускорились, получается, огласовку перед этим сократили таким образом. А, бу, четко произнесли бу, как и было с предыдущими огласованными буквами, и говорите д, а, буды, да, то есть мы здесь произносим даль умеренно быстро, ма, а, буды, да, внимательно, чтобы не было а, буды, а, буды, как бы бу, и потом д, еще губы не забрали. Или, ну, обычно, если перед этим д, да, склоняется к дамме бывает, но старайтесь, чтобы здесь сукун был, а не д, а, буды, а, а, буды, да, на д, уже губы в нейтральную позицию возвращать. Итак, такой аят у нас, у нас третий аят, еще и пятый совпадает, поэтому здесь описание такое же будет. Переходим к четвертому аяту. Здесь, смотрите, начало такое же, как в предыдущем аяте, и тоже хамза, да, мы читаем мягко, а, но у нас идет после нун с фатхой, а, на, идет алиф. Алиф, на ней сукун, у нас мустотыль, мустотыль, то есть продолговатый такой сукун, у мусофия медина, он так выглядит. Если у вас мусофия медина, то будет выглядеть вот таким образом. О чем говорит этот сукун? О том, да, кто проходил у нас интенсивный уровень таджвида, который тоже есть на сайте, да, вы это уже знаете, кто нет, повторяю или говорю, да, что этот сукун указывает на то, что мы эту алиф читаем только при остановке. В слитном чтении, как вы слышали, я не сказала «АНА АБИДУН», или «АБИДУН», говорю «АНА», как будто фатха и алифа нету, да, еще раз, «ВАЛА АНА АБИДУМ МААБАТУМ», да, то есть мы это не тянем. Если остановиться здесь, хотя это не место остановки, тогда скажем «АНА», уже «Харфель-МАД» мы будем протягивать. Таля идет «АЙН», да, и после «Фатха», внимательно, что мы не «АА» напрягаем, «АА», «МЕХКЕ», «АА БИ», то же самое «Касру» мы произносим, и «БА», четко, да, не оглушаем, «БА». А-би-ду, потом идёт Танвин. Танвин, когда идут две даммы подряд, это говорит о том, что у нас опять же или Идрам, ну, идёт после, или Ихфа. В данном случае удвоение над буквой МИМ нам указывает на то, что это Идрам. Поэтому ДУ и потом МИМ удвоено. А-би-ду, да, то есть НУН, который из Танвина, А-би-ду, обычно, да, в арабском языке, здесь произошёл Идрам. Вот это НУН из Танвина, получается, стало Идраме с МИМ, и вышла удвоенная МИМ. И мы чуть-чуть протягиваем здесь ГУННА, да, она дольше, чем обычной, например, две буквы, да, отдельные, если бы мы сказали. А-би-ду, м-ма, подтягиваем м-ма, не говори м-ма, м-ма, далее опять же Айн, мяк-е, А-б-е, и потом обратите внимание на ДАЛЬ. На Даль нет никакого знака, то есть это Сукуна Ари, опять же, то есть Сукун, который указывает на Эдуам или на Ихва. Но это Эдуам или Ихва, как мы видим, уже не с буквой М, не с Танвином или с Нун, да, как у нас было, например, здесь вот Снун Сякина. Здесь мы видели только что с Танвином, но здесь Сукун как бы на это не указывает, потому что это Танвин. Ну, здесь вот Ихва, да, а здесь мы видим, это просто Идра уже Мутаджианисен, то есть у нас Мутаджианис, это одинаковые по Махарджу буквы, буквы Даль и Т, ну, различаются своими характеристиками, с Эфатами. И мы Даль не читаем, а читаем удвоенное Т, да, то есть как бы вместо Даль получается Та, и они слились в удвоении, в Идрами. Поэтому мы говорим Абад Тум, да, а не Абады Тум, то есть Абады Тум мы так не читаем, это неверно. Ма Абад Тум Ту, да, Ту, то есть удвоение мы и в конце, потом Та с Доммой. Тум, тоже Мим, завершаем плавно, не отрываем Тумы, да, то есть это неверно будет. Ещё раз этот аят. Это у нас четвёртый аят, аль-хамдуллах. Пятый аят, он такой же как третий, поэтому здесь ничего нового. И перейдём сразу к шестому аяту. Ла-кум, динокум, валия-дин. Ла-кум, ла с фатхой, да, внимательно ла, ла-кум. Ла, ла-ку-м, ла-кум. Ла-кум, 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 да, или как-то так. Мягкая каф с Доммой. Ку, да, губы вытягиваем. Ла-кум, имим, не ла-кум, не отпрыгивает губы. Ку-м, мы губы, звук протекает, да, пока мы губы, как бы держим закрытыми, но не зажатыми, чрезмерно. Мы просто закрываем. Кум, да, легонько. И на это указывает у нас сукон холия, да, указывает на то, что это илвар у нас. То есть мы им читаем четко, ясно. Тали-ди-ну-кум, ди, опять же, внимательно, потому что даль-скасры часто очень ошибка. Ну, половину сестер, кто начинает, да, читает. Ти-ну-кум, ди, такой, не даль и не та, что-то среднее, такое, немножко, хамса. Ти-ну-кум, нет. Ди-ди, четко, да, даль и касру. Ти-ну-кум. И в сурат-аль-фатиха там тоже, да, есть. А дин, четко, даль нужно читать, часто вот ошибку читает как та. И после нее мы тянем ди, да, мы видим я, сякина, сукона ария, который указывает на харфу аль-мад. Ди, два хараката. Ди-ну-кум. Да, здесь ну, вытягиваем губы, ку, вытягиваем губы и мим, губы расслабляем, соединяем. Ля-кум, ди-ну-кум. Внимательно, чтобы вот эти даммы подряд, когда были четкими, да, иногда бывает ди-ну-кум, но такой не дамма, а полудаммы, на о похоже. Ну-ку, да, четко даммы говорим. Ди-ну-кум. Далее, уа. Опять же, внимательно, чтобы губы у нас не как-то дотрагивались частично к зубам, особенно нижняя губа, что приводит к звуку, схожему с В. Да, это может быть присоединение к нижним зубам, может быть, вот как Ф, да, такой вот вариант, только как бы неглухой, получается В. То есть, должен быть округление губ равномерно, да, и незадействованные зубы. Уа-уа, да, то есть, и потом на фатху расслабляем, открываем. Ли-я, здесь лям, с-я, да, то есть, чтобы вы видели, это лям, и потом она как бы напрыгнула на последующую букву я. Ли-я, уа-ли-я, то есть у нас три огласованных буквы подряд. Смотрите, чтобы не было уа-ли-я, или уа-ли-я, или уа-ли-я, да, то есть разные вариации, когда дотягивают огласовку, что неверно. Уа-ли-я, да, уа-ли-я. Дин, опять же, как и здесь, дин. Да, если вы здесь тянете вот этот мат, можно в два хараката просто, но тогда сочетайте, чтобы Аль-Каферун, вот здесь правило одинаковое, Та-Будун, и Дин одинаково был длина. Да, если вы здесь Аль-Каферун потянули только в два, Та-Будун только в два, тогда и Дин только в два. Или в четыре, здесь, здесь и здесь. Шесть харакат, здесь, здесь и здесь. Здесь в этих аятах, да, уже нету этого мэда перед последней буквой, поэтому здесь как бы про него и не говорим. Ну, останавливаемся на Нун-Сякина тоже внимательно, чтобы Дины не говорить. Дин, да, Нун, как бы останавливаемся плавно. Да, таким образом мы завершили разбор этой суры, да, еще раз прочитаю вам. И, иншалла, если будут вопросы, пишите под видео и пишите, интересно ли вам такие разборы, полезны, да. Или, возможно, уже я столько разобрала всего на сайте, что это уже все, ну, как бы усвоили и достаточно, да. Если полезно и вам это, ну, как бы помогает, иншалла, буду продолжать. Би-и-гни-ля. Итак. Би-и-гни-гни-гни-гни Субтитры создавал DimaTorzok